Очередная игра от Ubisoft, открытый мир которой полон загадок, пасхалок и секретов. Несмотря на то, что The Division 2 сосредоточен на сборе лута и перестрелках с укрытиями, Вашингтон под завязку набит вещами, которые еще только предстоит найти. Да, они не могут повысить уровень вашего снаряжения, но в любом случае, вот вам несколько интересных секретов, о которых стоит знать. Аллигатор. Да, несмотря на то, что большинство животных не были подвержены влиянию вируса зеленого яда, с аллигатором, что живет в канализации близ Джефферсон Драйв, кое-что все-таки произошло. Найдите ближайший канализационный люк, спуститесь в него и продолжайте идти, пока не упретесь в железную решетку, преграждающую вам путь. Вы увидите хвост большого аллигатора, как и столь же впечатляющий его силуэт. Рептилии никак на вас не реагируют, равно как и не получают урона. Зачем она там? Чтобы просто напугать игрока? Что ж, это далеко не самая страшная вещь, которую можно обнаружить в канализации. Воздушный шарик Пеннивайза. Такое название подходит этой отсылке. Спуститесь под землю в районе парка Западный Потамак и немного побродите по местной канализации. В конце концов, вы не найдете очередную железную решетку. Посмотрите налево, в сторону поворота, и вы увидите красный воздушный шарик. Он летает просто так, и нет никаких признаков того, что где-то рядом бродит сам клоун Пеннивайз. Скорее всего, это отсылка к начальной сцене фильма «Оно», где маленький мальчик теряет свой бумажный кораблик и сталкивается с Пеннивайзом, который впоследствии затягивает паренька в канализацию. Пришелец в центре управления полетами. Во время выполнения основного задания в центре управления полетами, вы наткнетесь на дверь, заваленную разнообразным мусором и мебелью. Она расположена на пути к тому месту, где вы должны восстановить SHD-сеть спутников. Подойдите к этой горе хлама, прицельтесь и, используя вешалку в качестве ориентира, вы увидите самого обычного пришельца. Он преспокойно стоит за коробками, ничего не делая. Довольно странно, но мы сомневаемся, что это намек на выход в ближайшие месяцы DLC с инопланетной тематикой. В любом случае, неплохая пасхалка. For Honor. Ubisoft продолжает традицию включать во вселенную игры другие свои проекты, поэтому в поселении возле театра можно увидеть, как дети играют For Honor. Поселение разблокируется после того, как вы завербуете Грейса Ларсона. Заметить экран с игрой может оказаться непростой задачей, если вы не будете тщательно осматриваться вокруг. Кстати, там, скорее всего, показывается набор изображений, чем полноценный For Honor, но сойдет и так. Grow Up. Вполне очевидно, что рядом с телевизором лежит стопка настольных игр. На самой ее вершине покоится Grow Home, настольная игра 2015 года выпуска. На самом деле, это отсылка к платформеру с относительно меньшим бюджетом, который разработали Ubisoft. Более того, в 2016-ом он получил продолжение Grow Up. Среди других настольных игр венеется board game Games Gone Wrong, которая, судя по всему, проходится за 10 минут. Raymond Raven Rabbits. Конечно же, сразу под этой настолкой можно увидеть игру, посвященную Raymond Raven Rabbits. На ней нарисовано куда больше кроликов, чем Рэймона. К тому же, она каким-то образом получила звание настольной игры года 2015. Это отсылка к игре 2006-го, где впервые появились бешеные кролики. Они стали силой, с которой стоит считаться, сдвинули Рэймона с пьедестала популярности и с тех пор появляется в практически каждой игре Ubisoft в качестве пасхалок. И мы, конечно же, этому только рады. Red Storm. Да, Ubisoft Massive создали серию The Division, но существует еще множество студий, принадлежащих этой французской компании. Reflections, Sofia, Shanghai и т.д. Каждая из них участвует в разработке игр. Red Storm Entertainment заслуживает особого упоминания за свою работу над PvP составляющими, а именно темных зон, режима конфликта и эндгейма. Дабы почтить студию, помогавшую сформировать жанр тактических шутеров таким, каким мы его знаем сегодня, разработчики поместили в восточном даунтауне передвижную закусочную под названием Smokey North Caroline Style Barbecue. В ее меню есть барбекю Red Storm. Сама студия, конечно же, находится в Северной Каролине. Отели Хайдена и секрет монумента Вашингтона. По всему Вашингтону вы найдете ряд служебных помещений под названием «Отели Хайдена». Не все из них являются отелями в прямом смысле слова, но чтобы попасть в каждый из них, необходимо нажать кнопку. Как только вы используете каждую из них, отправляйтесь внутрь монумента Вашингтона, пока не найдете ряд лифтовых дверей. Появится окошко «Открыть силой». Далее вы сможете спуститься по веревке до двери с надписью, расположенной рядом «Не входить». Осмотритесь в комнате управления поблизости, и вы увидите кнопку, которая открывает эту дверь. Внутри вы найдете сообщения, оружие и что-то, напоминающее комнату, где обитали выжившие. Far Cry 3 Blood Dragon Неподалеку от арены District Union находится Судебная площадь. В ней полно врагов, но также там расположен ретро-бар с кучей аркадных автоматов. И самой главной игрой является не что иное, как Far Cry 3 Blood Dragon – ретро-футуристический шутер от первого лица, вышедший в 2013 году. Авторство все тех же Ubisoft. Парк Юрского периода Очередную отсылку к фильму можно найти на кладбище такси. Там покоится перевернутое такси, картонка с надписью «Умная девочка», кепка, измазанная в крови и плюшевая змея. Фраза отсылает нас к парку Юрского периода, а именно к Роберту Малдуну, которого убили велоцирапторы благодаря своему недюжинному интеллекту. Малдун произнес именно эту фразу перед тем, как динозавры прикончили его. Какая из пасхалок The Division 2 понравилась больше всего вам? Обязательно расскажите, какие пасхалки в игре вы находили сами. А также не забывайте ставить большой палец вверх и подписываться на наш канал. До скорой встречи на X-Games Game TV. Играйте и смотрите вместе с нами!